Дорогие друзья, всем привет! Всех рад видеть на нашем канале. Сегодня мы снимаем отзыв от нашего покупателя Андрея. Снимаем в новом нашем офисе, в котором мы сейчас сделаем ремонт, практически доделываем. Но когда все сделаем, мы уже вам покажем. Перейдем все-таки к сути, да? Андрей хотел нам оставить отзыв о том, как покупал у нас квартиру. Покупал он в ипотеку, в ипотеку Сбербанка, да? Да, с удовольствием. Работал он, получается, и со мной успел поработать, и с Женей. В общем, мы себе такой легкий план накидали, чтобы у нас все в кучу не получилось. Поэтому давай, наверное, Андрей, передадим слово тебе, да? И первый у нас по плану идет, как все-таки решил работать с нами, как в куче риэлторов, в трех тысячах все-таки выбрал нас. Так, ну, всем здравствуйте, меня зовут Андрей. Я, получается, с Дальнего Востока, будем так говорить. Ну, и что, в общем, как бы Сибири, можно так сказать, да? Ну, и у всех людей, живущих на севере, наверное, есть такая мечта, это домик у моря, да, или уголок хотя бы какой-то. Все хотят жить как-то более в тепле, чувствовать море как можно чаще, наверное. Поэтому было такое решение, принято, что нужно купить квартиру в Сочи. Конечно, все мы, когда сидим в своем регионе, мы думаем о том, что мы сможем приехать в Сочи, возьмем там 40 квадратов стандартных, там, за 2,700-3 миллиона. Я с такими же мыслями, можно сказать, именно остановился на Сочи, решил, что не буду в другом регионе покупать недвижимость. То есть, в Москве тоже, как бы, для меня не подходило, я решил выбрать Сочи. Находясь на рыбалке, ловя рыбку, у меня оставалось пару дней уже до вылета в Сочи. Я еще очередной раз зашел в YouTube и решил еще раз посмотреть каких-то других риэлторов и специалистов по подбору недвижимости, кроме тех, которых я уже смотрел. Потому как у меня вызывали сомнения, ну, там, двое мужчин, не то чтобы сомнения, как бы, видно, что тоже профессионалы своего дела, но есть определенные моменты, о которых я не буду говорить. И я случайно попал на ваш канал. Мне понравилась открытость молодых людей, искренность. И главное, это отзывы таких же простых людей, как и я. Это отзыв у нас непостановочный, несмотря на все то, как здесь все расположено. Да, ой, пардон, неподготовленные вопросы. Мы действительно прошли это все, эти все семь кругов. Радости и горе. Ну, так вот, в общем, я набираю номер, который у вас на канале. 988, да? Три девятки, наверное, 654, 60, 60. Да, попадая на Женя. Нет, мой. На твой номер попадая. Потому что ипотека. Да. Объясняю ситуацию. Женя сразу задает вопрос, какой у тебя бюджет и что ты хочешь. Я объясняю, что мне необходима недвижимость, квартира, 40 квадратов, желательно у моря. Ну и бюджет, например, 3-3,5 миллиона. Женя немножечко меня осаживает, объясняет, что 40 квадратов это у вас сибирские запросы. Город Сочи, во-первых, более тесный. Во-вторых, как бы, во-вторых, что у нас? Ну, конечно, здесь есть крупногабаритные площади, но цены высокие. Когда я смотрел отзывы, не отзывы, а вообще канал YouTube, да, какие цены, начиная с весны подбирал, цены были от 85-90 тысяч за квадрат. Ну и выше, соответственно. Ну, я как бы и рассчитывал, что на 90 тысяч ориентировочно. Ну, Женя объяснила, что будет трудно, но можно подобрать, как бы. Так, прилетишь, созваниваешься и все, и мы начнем подбор. Поэтому я не теряю времени в аэропорт после рыбалки прилетел. Не стал беспокоить ребят, потому как тут несложно добраться до города. Там автобус 75 рублей стоит, час езды как раз посмотреть. Я впервые в Сочи находился, первый раз, как бы. Ну, еще у меня были смутные сомнения. Мне хотелось посмотреть город, понравится ли мне инфраструктура. Инфраструктура, как бы, я планирую, скорее всего, сюда переехать, пожить годик-два, может быть. Может, там как посмотрим, как-то лет. И поэтому, помимо покупки недвижимости, которую я в любом бы случае сделал, я еще присматривал город. Все, автобус приехал, разместился. Ну и все, связался с Женей по телефону, да? С Никитой. С Никитой. Да, Женя у нас улетала по делам, как бы, и мы связались по телефону с Никитой. Все, Никит подъехал, пригласил посидеть в кафешке, поговорить о том, о сём. Я спросил, как они работают, как устроена ваша работа, чем вы отличаетесь от агентства. Как бы, ну, Никитой мне, в общем, по всех, как бы, подробностях объяснил, в чем состоит их работа. Что главное, это подбор недвижимости и именно подбор качественной недвижимости. Потому как в Сочи это очень много подводных камней, как мы узнали позже, да? Там разные собственники, потом, значит, вот эти судебные решения, жилые помещения, которые там трех этажей, потом их строят выше. Есть разные судебные решения, например, на три этажа, на весь дом и так далее. Мы столкнулись, да? Мы с этим столкнулись дальше. Пока меня не было, ребята выбрали один приличный достаточно дом, рядышком с морем, не очень дорого, приличная квартира. Ну, в общем, давайте я, наверное, уже тут помешать. Поселили мы в кафешке, подумали, то есть я немножко выяснил, что Андрею вообще надо. Подборка у меня уже примерно была готова. У нас в подборке было несколько вариантов в новостройках и несколько вариантов во вторичке. Андрей изначально ориентировался на вторичку, то есть купить с ремантом и сдавать квартиру. И чтобы меньше геморроя? Да, запрос вот такой вот был. Все, мы посмотрели на новостройки, что ничего нам не зашло, да, все было дорого. Не то чтобы дорого, все было за ту цену, которая сейчас на тот момент была. Именно мы смотрели, опять же, изначально, что... Ну, для тебя было, помнишь, тот запрос, как ты думал, что 90 тысяч? У меня был запрос такой, я хотел центр, а центр это улица Новодинская, Астровская, Воровская, Воровская, Московская, как я вот уже изучил вот этот пятачок. Ну, конечно, курортный проспект, да, получается, и выше там еще пару уличек, улочек Альпийской, кажется, еще какая-то, да? Ну, там. Ну, вот этот пятак. Ну, там, в основном, вот, старое жилье все получается. Да, старое. То есть, как минимум лет по 30, да, Адамам, я так посмотрел, а то и больше, да? Да, да, где-то чуть больше. И, как бы, я в несколько Адамов зашел, я понял, что это, как бы, ну, немножко не тот вариант. Хотелось уже на вас. Все-таки давай, сейчас вернемся к плану. Да, конечно. Все-таки мы выбираем вторичку с Андреем, как мы его называли. Наслежать сначала вторичку. У мужика с топором попался нам очень такой хозяин, очень такой... Да, надо сразу сказать, почему с топором, когда он нам квартиру показывал, открывает здоровый мужчина, немного агрессивен, чуть-чуть... Да, да, с удовольствием. И мы его не видим, он просто говорит, заходите, заходим, проходим. Стоит мужчина такой с оголеным торсом, у него цепочка, на цепи такой топор висит. Он объясняет, что он с Омска, в Сибириаке, в квартире три года, она в собственности уже. По документам никаких проблем, ипотека пройдет. Мы на нем останавливаемся, второй партий, ценник наш устраивал. Ценник, да, хороший, квартира симпатичная. Соборон, вид на море, да, помнишь? 38 квадратов или 40, да, был вид на море хороший. И цена была 3 800, кажется, да? Ну, уже, честно говоря... Я помню, что 3 800 и была, как бы, квартира 41 даже. Мы подорговались, помню, да? Ремонтик неплохой, да, несмотря на агрессивность, не агрессивность, а несмотря на импозантный вид этого мужчины, мы решили, что будем с ним работать. Все, начали. Дальше уже Женя у нас, да, появилась агрессивность? Я уже приехала. Вы уже более-менее определились на тот момент. Я посмотрела дом. Это достаточно неплохая новостройка, уже такая жилая, благоустроенная по территории. То есть там нет никаких вопросов по, что достроят, доделают и так далее. Покупай и живи. Но ребята не учли там некоторые моменты, да и, в принципе, я о тонкостях данного дома не знала, пока мы не начали поднимать документы. Дело в том, что этот дом имеет 4 этажа, да? 4 этажа введен в эксплуатацию путем решения суда. Но не все, к сожалению. Решения суда подходят для проведения сделки такого дома по ипотеке. Мы касаемся только Сбербанка сейчас. И, к сожалению, этот дом не подходил под ипотеку Сбербанка. Поэтому мы вынуждены были продолжить поиски. Возобновить до поиски. Да. Мы не дали там бронь, хотя уже готовы были, уже паспорта собрали, уже подготовили деньги, готовы были ввести. Но перепроверив документы, поняли, что это не наш вариант. Мы вынуждены были продолжить поиски. Мужик с топором расстроился, да? Да. Опять же, у меня, кстати, вопрос, походу, возник к вам, ребята. Вот по Сбербанку и ВТБ. Да. Вот мне кажется, что, как я понял, да, по объектам, ипотека Сбербанка чаще проходит в Сочи, чем ВТЗ ипотека. Чаще. Или же это не так? Это так. Чаще. Все же у Сбербанка более лояльные условия к продавцу. Не только к покупателю, но и к продавцу. По документам, да. По документам. То есть мы с чем в первую очередь сталкиваемся в городе Сочи. Это большая часть домов введена путем решения суда. Ребята, я сейчас не буду рассказывать, что такое решение суда. Кто-то, у кого есть, можете написать мне либо лично, либо написать в комментариях, мы пообщаемся. Второй момент, который выигрышный у Сбербанка между ВТБ, это прописание неполной суммы в договоре. Опять-таки, у нас не все застройщики показывают всю сумму в договоре, уходя таким образом от налогов. ВТБ требует либо 50 на 50 показывать, опять-таки, на что не все идут, либо полную стоимость договора. Ну и опять коснуться еще секунду. Ребята, кто регионально оформляет ипотеки? То есть, кто сидит в другом городе и хочет ипотеку, лучше ее оформить все-таки здесь. Сейчас, столкнувшись с региональными сделками, опять-таки, есть определенные нюансы. То есть требования у региона одни, у нас здесь другие. Если вы еще не подали, лучше позвоните мне. Мы вас одобрим здесь уже по месту, и будет меньше проблем, если мы покупаем тут. Мы работаем с 11 банками. Опять, кому интересно, все пишите. То есть можно, ну, резюмирую, то есть можно, находясь в себе в городе, дистанционно все это дело оформить уже здесь. Ну, позвоните Женя, все подробно. То есть, ребята, также вам сканы скидывают, видимо, да, сколько документов вы здесь подаете в эти отделения Сбербанковых, да, местные, ну, и тут два, да, как я понял, ну, одно около. Мы работаем с 11 банками. Основные топовые банки – это Сбербанк, в первую очередь, потом уже ВТВ. Ну, у нас была, на самом деле, очень простая сделка, потому что у нас был Сбербанк, у нас был… У нас был без Сбербанков, одобренный в моем регионе. Потом просто был у меня звонок, я перевел на кредитного менеджера рассмотрение этого места, на местного, да. То есть, как бы одним звонком все равно. Все, не будем растягивать видео, ребята, тяжело с ним продолжим. Дальше вот у нас по плану, хотел нам Андрей рассказать, как самостоятельно пытался найти квартиру, ходил, звонил по банкам. Да, да, у нас не срослась сделка Поплеханова с мужиком с топором, будем так говорить. Да, так что всем все понятно было. До этого, получается, Никита уже посмотрели несколько новостроек, но меня как будто бы как бы смущал ценник, и что-то вот не было такого ощущения влюбленности, что ли, в то, что ты зашел в объект, и тебе прям все понравилось. Мы посмотрели почти все объекты на Мамайке, центр мы не смотрели, так как в центре ценник на тот момент там от 200, да, и 220 тысячи выше. Да, это имеется в виду даже новостройки, даже которые, ну нет, есть новостройки дешевые. В итоге я решил, может что-то не так, может у меня прошла доля сомнений в ребятах. Я подумал, может быть, ну как так, не может быть, что так мало под мой запрос. А запрос был таков, квартира возле моря, для возможной сдачи посуточной, либо просто сдачи там какой-то, да, такой. И мне ребята объяснили, за твои деньги, которые ты нам, которые ты нам везешь со своего региона, не нам, а местным застройщикам, но и нам в том числе, ты сможешь только купить вот на Мамайке, либо вот Адлер. Адлер я сразу не рассматривал, даже не знаю почему, просто хотелось именно Сочи. А Мамайка район ничего так понравился, но я почему-то сразу на нем не остановился. Я пошел утречком, проснулся, выспался, пошел сам искать квартиру. По баннерам думаю, дай позвоню. В основном я попадал на риэлторов, которые очень навязчиво предлагали свои услуги. Я объяснял, что я уже работаю с ребятами. А кто такие, откуда они, а вы скажите, а мы вам расскажем про них, их репутацию. Я говорю, ну я в этом не нуждаюсь в ваших услугах. Вы мне просто скажите, если вы собственник, пожалуйста, озвучьте цену. То есть я шел, понравившийся дом, просто звонил. Пару раз я попадал на собственников. Ну и цены в разброс там, 24 миллиона за 60 квадратов. Это где-то уже на Лысой горе, туда я вверх шел, подымался. То есть я вот этот район обследовал рядом с курортным проспектом. Чуть наверху. Подмитриево, наверное, да, поминялось? Подмитриево, да, и там вот шел. В общем, я несколько звонков сделал, потом меня до вечера еще атаковали. Но, как я понял, что в этом районе за 6-7 миллионов можно очень старое жилье найти. Даже пушку. Где-то, наверное, метров 45-50 можно даже найти. Да, панелечку можно. Панелечку за 6-7 миллионов можно там найти. Да. Но никак не 4 миллиона, как бы такую площадь большую не найдешь. И тут я, получается, да, все спустился с небес. Я понял, что мои 3-3,5 миллиона, это вот прямо очень поджимная цифра. Поэтому, когда вы решаете ехать сюда или дистанционно приобретать, вы прямо этот вопрос прорабатываете досконально. Сколько у вас денег, сколько вы можете подвинуться. И все. В общем, я ничего не нашел сам. Ну, как ничего не нашел? Я понял, какой рынок, какие цены. Я понял, что ребята просто действительно правы. То, что они мне предлагают, так оно... Ну, убедился, так сказать. Убедился, да. Самостоятельно ногами. Ну, и заодно, как бы, физкультурой позанимался. Под накачал. Побритался я уже не стал ходить, потому что понял, что то же самое. То есть тоже так же улица наверх идет, как и Дмитриевы. Да. Ну, только до высшей горы добрался. Все, потом на следующий день мы снова встречаемся. Я подбиваю вечером итог. Я подвожу все те новостройки, которые есть. Плюс я еще там у некоторых людей пытаюсь узнавать. Мне накидывают еще несколько вариантов. Да, мы обсуждали. Потом мы обсуждали на совещании. Оказалось, что один это долгострой. Другой застройщик сидит, кажется, насколько помню. Да, я можно, пока мы на этом моменте разговариваем. Я добавлю, для нас очень важно, чем мы отличаемся от каких-то крупных агентств недвижимости. Для меня очень важно продать качественное жилье. Не просто его сейчас продать, а в дальнейшем, что мы с этим будем делать. Потому что, ну и Андрей уже понял, мы остаемся в долгосрочных, на долгие годы отношениях. И для меня важен не тот момент, что мы сейчас сделаем, а что будет потом. Это самое основное. Ваша недвижимость, которую вы покупаете, она всегда будет ликвидна. По крайней мере, то, что вы покупаете через нас. Она будет ликвидна, она будет интересна, она прослужит вам добрую службу. И в итоге вы заработаете на ней больше. Это точно. Прошу прощения, что перевел. Хотелось бы таки, чтобы человек рекомендовал вас после покупки, да, уже. Ну это конечно. Это даже не обсуждается. Мне кажется, честная работа, это и залог успеха, ну, в долгосрочном. Можно, конечно, быть рыбачом, как у нас называется. Есть риэлторы, там, приезжают на месте, что они какую-нибудь фигню продадут. Человек попадет, там, я не знаю, в супер неприятную ситуацию. Потом все будет. Он получит комиссию куда-нибудь. Да, как я понял, да, вот, извини, что перебью. Вы должны обладать именно данными по каждому застройщику, если это новостройка. Именно обладать застройщикными данными, чтобы понимать, что вы продаете, ну, предлагаете этот объект, что этот объект чистый. Что он, как бы, ну, вот. Тут вижу еще, Андрей, да. И даже не сознательно заблуждаться, а именно вот проверять досконально, прежде чем людям предлагать. Тогда, да, вы репутацию свою никогда не испортите, мне так кажется. Добавлю еще, вот некоторые люди, разобравшись дома, там, насмотревшись видео, там, что-то где-то пошудировав в интернете, приезжают сюда, они знают, там, в районе пяти новостроек, там, то есть, разобраясь с них, чувствуют себя экспертами. Ну, мы, если откроем программу, по которой мы работаем, в городе более 1200 новостроек. Ну, как самостоятельно можно, не живя здесь, не работая в этой сфере? Я вот три года мне понадобилось, чтобы все их узнать. И то, ладно, для нас мы отдаем другим ребятам. Я не знаю, даже не хочу там разбираться. Ладно, давайте покороче, следующее у нас, это, ну, собственно говоря, Ан, вы не договорили, как все-таки выбрали квартиру, да? Женя потом... Да, ну, как мы выбрали? Я состоял список, в этот список Милан еще вошел, который мы не смотрели. И, а, ну, в общем, я с тобой поехал, посмотрел Грин Пелос. А, да, мы съездили на Грин Пелос. Мы съездили, посмотрели Грин Пелос, но он был далеко, как бы, ты мне показала, какие все-таки есть еще варианты. Потому как с Никитой в первый день мы сразу от всего вот этого общего подошли к частному, пересмотрев по их программе, да, скажем так, там более 120 вариантов, которые более-менее подходили. По деньгам от сейфа и так далее, там их всего-то осталось 6-7. Ну, я скорее сейфовал по запросам. По запросам. Да, да, если под сдачу в аренду, если вы хотите посуточно сдавать, это либо центр, либо Мумайка. Да. Ну, либо Адвер, там районы прибрежные. Поэтому я сразу отмел все остальное, то есть я времени ни свое не трачу, ни клиента не трачу. Ну, Женя все-таки чуть-чуть по-другому работает, она решилась все-таки все показать. Все равно разбросанные районы, все остальные. Такой просто покупатель попался у нас, хотел сам все разобраться. Ну, я решил тоже увидеть, что еще в других районах. А вдруг, думаю, раз у меня не легла душа сразу никакому из объектов, я подумал, может быть мне купить объект в районе, да, как вы говорите. Ну, в районе это значит не возле моря, а какие-то районы спальни рядом, там, Макаренко и так далее. Да, с инфраструктурой. Да, с инфраструктурой, где есть детсад, школа и так далее. Да, мы посмотрели, но как-то тоже не устроило. Все, вечером я в таком состоянии нахожусь, думаю, так, что же делать там, решение пора принимать. Отпуск идет, время заканчивается. Я сам еще набиваю три объекта каких-то еще, у нас еще день встречаюсь. И да, действительно, есть Милан объект такой, то есть это верх Мамайки. Никита мне объясняет, я тебе не предложил его, потому как он далековато от моря, там 1100 метров, если мы смотрим под Багис, ставим два пальца, там как раз высвечивается 1100 метров. А я все-таки хотел поближе, но мы решили все равно его посмотреть. Дом действительно понравился, дом хороший, прямо вот это ощущение от того, что ты заходишь, это вот классный дом. Отделка качественная. Мы поговорили не с застройщиком, а со строителями, с бригадиром. Спросили, как они выходят из положения, чтобы дом не пошел плесенью. Выяснили, что такое плесень, как она появляется, что это снаружи именно циреет. Это очень интересный вопрос, да. А расскажи про вот эту супер-плеснелую квартиру, кстати. Одна квартира нам попалась дешевая, когда вот мы как раз выбирали квартиры. По 80 за квадратный метр. Возле моря. Началось с того, что язык до Киева доведет. Я что-то где-то ляпнул, и мужичок такой, а я же квартиру продаю. Квартиру и пешку. А-а-а. Балкона предлагает квартиры, мы едем, смотрим. И значит, вот одну его квартиру посмотрели, вроде ремонт, все, что-то так. И потом вторую квартиру мы смотрели, и там, получается, была с балкона плесень. То есть по углам, такая черная, вокруг по углам. Да, она прям вся была плесень. Именно с балкона и уже по комнате пошла. Да, и как бы оценник был заманчив. Площадь тоже была 40. То есть мы, да, мы зашли в дом, в подъезд, зашли, помните, что я пока вспомню. Стояла какая-то бабушка, и вообще-то какой-то пакет, и думала, от пакета воняет. Ну, то есть сразу вонит в доме. Думал на нее. Это вторичка, да. Зашли в квартиру, да, там просто очень много плесень, то есть со всех углов прям чернота это лезет. Сняли небольшое видео, отправили нашему Вите. Вите у нас ремонтами, которые занимаются. Он говорит, ведите оттуда, ребята. Он объяснил, что плесень демонтировать, там, вывоз мусора, во-первых, необходим. Получается, он говорит, нужно фасад делать снаружи. Всю штукатурку, которая внутренняя есть, там слоем накиданная, ее все удаляет, потому как грибок по ней распространяется от плесени. Вот если вы будете выбирать квартиру, вдруг найдете дешевый вариант с плесенью, то подумайте 10 раз. Потому как вы эту штукатурку выбите изнутри, но если фасадная часть дома не сделана грамотным образом, по технологии, то есть гидроизоляция не сделана. Во-первых, они блоки сами, из которых делают стены, козоблоки и так далее, или монолит, да, этот раствор, цемент, они в него добавляют специальную субстанцию, которая как бы гидроизоляцию размешивает. И вот они мне там показывали, воду выливают на бетон, если она не впитывается в бетон, значит он гидроизолированный. Но вы 10 раз подумайте, стоит ли брать квартиру с плесенью подешевле и потом переделать ремонт. Потому как, если фасад не сделан, не гидроизолирован, то она все равно снаружи опять пойдет. И мы от этого варианта ушли и пришли к тому, что вот Милан посмотреть, Милан понравился. Но есть одно но, которое меня оттолкнуло все-таки как будущего собственника, там не было газа. Да, дом на электричестве. Дом на электричестве. У нас очень много проектов, которые предназначены под аренду, а не именно на электричестве. Дело даже не в том, что все-таки я так все сопоставил, там ценник был подешевле, 98 тысяч за квадрат. Можно было взять и был шикарнейший вид на море, который мечтает каждый сибиряк, да, скажем так. Да. То есть когда он лучше, если получится, чем выше в город, соответственно, он лучше. Ну я посмотрел и подумал, ну это вот, например, человек снимает квартиру, ему нужно вот ходить по этому серпантину вниз, достаточно далековато. Ты сейчас топ, а турист нынче ленивый, спорт не любит, любит пиво и море, пиво и реку. Поэтому я подумал, лучше вот где-то все-таки там внизу, возможно, может быть, я что-то не так понял. И Женя мне говорит, так сказать, душ холодной воды, да, на меня, как бы, ну ты подожди, остутись, успокойся, еще раз подумай, все, свись и выбери что-то. И я все-таки решаю, что надо еще посмотреть вот в нижней части. Майами? Да, и ты мне предлагаешь посмотреть Майами. Я говорю, мы с Никитой уже смотрели, но я почему-то на нем не остановился, потому как мы быстро все их... Как-то мы зашли квартирки планировками. Наверное, потому что я хотел высокий этаж и вид на море. Но потом ребята мне объяснили, что вот, как бы я вас тоже все хочу успокоить, в Сочи вид на море это приятный бонус, во-первых. Во-вторых, за него нужно доплачивать. За квадратный метр... Цена сразу вырастает. 15 тысяч даже в квадрат вкладывают, если это квартира с видом на море, как я в некоторых местах. Не факт, что он сохранится у вас на долгое время, то есть возможно, что что-то вырастет перед нас. И все. Я понимаю, принимаю решение, что я за свои деньги не найду квартиру с видом на море на высоком этаже и возле моря прямо. А мои деньги это 3-3,5 миллиона рублей, которые были. И мы заходим в ЖК Майами. В УКОП ХАЙП он так сделан. Плюс у него большая парковка. Бесплатная. Шлагбаум и общая парковка на всех. Ну там машин 40, наверное, 30-40 встанет. В доме всего 92 квартиры. Я так прикинул, что не все будут с машинами. Но, в общем-то, для меня, например, хватит, если я там буду жить. Я останавливаюсь на этом варианте, потому как он меня устраивает и по деньгам. Ширина квартиры там была хорошая. 108 тысяч за квадрат. Мы посмотрели квартиры, которые были, и выбрали квартиру 29,9 квадрата. А у нее уже есть обзоры. И теперь мы возвращаемся к плану. Да. В общем, выбрали мы квартиру все-таки. Надеюсь, всем понятно. Злой комплекс Майами. Низ Мамайки. Волжская 32. Волжская 32. Можно посмотреть, да. Ну что, и начинается, собственно говоря, сделка. Сделка. Здесь уже... Сейчас мы просто с Андреем предварительно разговаривали. Что хочу сказать. Ваша задача, то, что ваша задача, это выбрать все остальное, то есть ведение сделку, все юридическое сопровождение берет от себя уже Женя, юрист, Юлия и все остальное. То есть Андрей даже не понял, что там что-то происходит, хотя в это время, да, девочки, так скажем, активно работали. Да, я задавал им вопросы, вмешивался в их работу, скажем так, но не то, чтобы мешал, но мне просто интересен эти моменты. Ну ты такой, да, да, любишь все остаться. Потому как мне тема недвижимости интересна, и я спрашивал, как, что. Ну да, вот, и дальше уже была ваша работа. То есть мы выбрали объект, съездили застройщику. Мы выбрали объект, передали задаток сразу же, по-моему, да, и на следующий год. 50 тысяч рублей сделали задаток, договор задатка составили, чтобы они мою квартиру не продали. Все, эта сумма передается застройщику на момент, пока мы будем вести ипотечную сделку, так как она у нас может занять неделю, может занять две, а иногда и три. Поэтому на этот период дается бронь, которая считается в оплату квартиры, входит в стоимость квартиры, и квартира снимается застройщиком с продажи, он ожидает поступления денег от нас. Все, дальше мы собрали пакет документов, Андрей уже отдыхал, расслабился, по-моему, уже все, он успокоился полностью. Просто мы ожидали, когда нас вызовут на подписание кредитного договора в банк. Это случилось через полторы недели. От передачи задатка до подписания кредитного договора у нас прошло примерно полторы недели, дней 7-8, примерно так. После того, как мы подписали кредитный договор, в этот же день мы сдали документы в Росреестр, нас регистрировали через 6 дней, 12-го мы подали, 18-го нам отдали уже пакет документов. 18-го июля уже, да, на сайте можно было отследить, что сделка зарегистрирована. Андрей, я еще в то время, я уже улетел, то есть на момент, как я сдал документы в Росреестр, я сразу спокойненько улетел в другой регион, к родственникам. Опять на речку? Опять на речку. Опять зарыбали? Нет, не зарыбай, просто отыкали. И все, и там спокойненько потом был звонок от Жени, она тоже следила даже активнее, чем я, потому как я даже еще что-то упустил в этот момент. Ну вот она мне позвонит, говорит, все, сделка зарегистрирована, тебе нужно забрать свидетельство? Эй, ну в смысле выписку? Я говорю, нет, я потом сам заберу. Ну и все, как бы после этого я уже потом прилетаю. И это же не все, ребята, это не все. Это только стрижка, только началась. На самом деле все самое интересное начинается дальше. Что у нас, кстати, по плану? У нас план прилет, ремонт и лицевые счета. Ну вот, значит, объясняю, вот вы купили новостройку, на этот дом существует лицевой счет. На квартиру? Я так понял, что он не на весь ли дом вообще один. Там цифры такие, а все собственники потом меняются. И как бы вот на моем доме все квартиры были на одном человеке, и лицевой счет как бы на него. И ему приходят питанцы за оплату. Вообще получается, как мы подвели итог, что вот вы, например, приобретете новостройку, вам необходимо потом 5 пунктов пройти. 5 организаций. 5 организаций. Переоформить, то есть лицевой счет на себя. Сами сочинцы советуют пройти сначала газовиков, победить. В первый день я прошел, то есть две организации, это на Лысой ГР, там наверху организация, Сочи ГАЗ. Там договор на техническое обслуживание я заключил. Затем они меня отправляют с этим договором, на основании него мы уже договор поставки услуг. Это уже в другой организации, на Чайковского сколько там, 20 дней, 2 кажется, не помню. Ну, сам тоже сделал. Потом, значит, я спрашиваю, я же улечу, мне необходимо будет дистанционно оплачивать. Они говорят мне, идите тогда в Гор ИВЦ и попросите, чтобы вам вот эти питанцы на электронную почту отправляли. Я пошел в Гор ИВЦ, там стоял очередь небольшой, все, попросил, чтобы питанцы мне присылали на электронку по газу. Вот это я за первый день вот так вот три места посетил, ногами на автобусах, не спеша, как бы не в напряг. Ну, конечно, тут не во всех автобусах кондиционеры. Все, вечером море, закат. И на следующий день уже другие организации. Энергосбыт, там мне тоже, как бы, повезло быстро. Водоканал тоже быстро я переделал. Сейчас вот на данный момент мне остается только по вывозу мусора договор заключить. И с управляющей компанией у меня уже есть договор. То есть, вот один момент мне остался по квартире. То есть, это все заняло, я понял, два дня и сегодня третий день. Два дня, сегодня будет третий день. Как бы, я не скажу, что неспешно. Просто с утра просыпался и вот до пяти часов вот я ездил. Как бы сам, без такси, без ничего, спокойненько так, как раз смотря город, наслаждаясь видами. И все. А вечером закат с оттенками граната и мандарина. Когда солнце погружалось в море, становилось оно, как кровь. Это вот вдохновляет, вечером побегаешь и приходишь на море, прям кайфуешь от этого. И все. И что еще у нас важный, каким моментом? Ремонт. Самый важный момент это ремонт. Потому как я купил квартиру, которая стоила 3 миллиона 80 тысяч. Скажу такой важный момент, что ребята выбили для меня скидку в минус себе. Это я от застройщика узнал. И ребята мне говорили, что оказывается в минус себе, но они вот мне сделали небольшую скидку. Кажется, 30 тысяч там получилась скидка. Не все застройщики ее делают, но мой застройщик это сделал. Да, и спасибо ребятам большое. Что еще? Ремонт. Расскажи, пожалуйста, по ремонту. Мы сегодня в машине ехали, говорили, почему люди сидят у себя где-нибудь, также в Красноярске, например, и смотрят мои видео, где я рассказываю о стоимости работ здесь местных на ремонт. И они мне пишут в комментариях, типа, ты что там врешь, знаешь, не такие совсем цены. Что за цены такие дорогущие? Расскажи, пожалуйста, почему? Ты же тоже задавал такой вопрос нашему ремонтнику. Да, действительно, мы обсчитали мою квартиру, 29 квадратов, 367 тысяч, я прям, наверное, цифру скажу, ничего страшного, 367 тысяч, 29 квадратов, это стоимость только работы. Опять же, в Москве, там, или в Сибири, на Дальнем Востоке, я думаю, что такую квадратуру можно было и за 150-200 тысяч сделать. То есть, в работы что входит? Пол, стены, потолок, как я помню, отдельно, санузел полностью, ребята тоже, плитку, там, кафель все укладывают. То есть, сантехнику, электрику, это работа. Под ключ, да, называют? Под ключ. Ну, 367 тысяч, конечно, цвет пропугает. Ты мониторил, да? Ты мониторил же других еще работы? Я мониторил других по Сочи, опять же, я мониторил по Ютубу, по Ютубу можно найти, конечно, и, я не знаю, там. Ну, тут, понимаете, тут как попадешь? Как я понял, что если ты связываешься за 6-7 тысяч квадратный метр, то можно попасть как с этим офисом? Как у меня есть видео, сейчас ссылка вылезет. Да, потому как, смотрите, ну, я не знаю, будет ли это эталоном надежности, но если человек больше года там или двух работает в своей сфере, во-первых, во-вторых, он ведет канал на Ютуб, в-третьих, не скрывает свои паспортные данные, да, вот как, например, компания Гамма Ремонт, Виктор, не приклад. На приклад. На приклад. Прости, Виктор. Он не скрывает свои паспортные данные, на любые вопросы отвечает откровенно. Я ему задал вчера вопрос откровенный. Виктор, почему так дорого? Ведь да, мы с тобой заключили договор, все-все-все. Я так понял, что, во-первых, здесь материалы привозные, но материалы это другое. Как бы, такого прям конкретного ответа я не услышал, почему так дорого. Просто это Сочи, во-первых, это второй, как бы, или третий, ну, второй, наверное, город по дороговизне. Хотя, сам Виктор признает, что в Москве гораздо дешевле ремонты, вот. Ну, как бы, он мне пояснил, что здесь вот рабочих нужно размещать, квартиру им снимать тоже недешево. Не каждый человек захочет в жаре работать и вот трудиться. Я зашел, ребята прям с них поту и бежит, потому что квартира жаркая, возле моря. Как бы, вот, видимо, за такие издержки, ну, и за бренд, а Сочи это бренд, наверное, да, нашей страны. Вот они и берут эти деньги. И если хотите, можете делать ремонты за 5, за 6, 7 тысяч. Но, опять же, посмотрите другие обзоры, как потом ребята переделки делают. Вот. Виктор тоже мне сказал, что он раньше брался за переделки, когда было мало объектов на начальных этапах. Сейчас он говорит, что я уже, ну, не хочу брать переделки, потому как это временные затраты, денежные и так далее. Получается, просто с точки зрения покупателей, да, которые делали ремонт, вот они сделали раз за 7, 8, там 6 тысяч, да. А потом еще раз сделали за 15, ой, за 12, да, потому что это уже... Потому как у них все кособоко получается, бывает, что такое, как бы... Ну, как Витя объясняет, он всегда говорит, проще с черновой сделать, чем переделывать, чем вот это вначале все. Мы заключили с Виктором договор, после получения все-таки свидетельства, как он мне сказал, ну, не свидетельства, а выписки. Выписки, да. Да, по прилету уже я с ним встретился еще раз. Мы с ним зашли в квартиру, все обсчитали, вот, как бы... И он мне сказал, что, ну, надо будет сделать, подготовить дизайн-проект. Это уже от меня, как бы, все это ведет. Я подготовил дизайн-проект, где у меня что стоит, кровать, как что располагается, там, кухня и так далее. Это мы делали с дизайнером Ириной, параллельно по телефону, тоже, которая работает с Виктором в команде. Вот. И все, Ирина подготовила проект, там, как бы, расположение розеток, мебели, сантехника, как идет, что там, выключатели и так далее. И, как бы, всю планировку мне скинуло, все, мы утвердили, начался ремонт. По прилету, вот, когда я уже прилетел, всегда повторно, я зашел в квартиру и там уже, ну, видно, что так уже на хорошей ставке. Сколько пришло времени, вот, с момента, как вы утвердили дизайн-проекта, как ты прилетел? Пару недель? Да, недолго. Пару недель. Мы уже снимем ее тоже, снимем попозже, когда все закончится. Мы показывали соседнюю квартиру с тобой. Я говорю, у нас мальчик вот тут вот взял квартиру. И прохожу, а твоя квартира была открыта. Квартира мальчика. Думаю, что-то тут быстро делают ремонт, как они вперед нас сделали ремонт. Потом думаю, нет, это же наша квартира. Такая, в таком словаре, она уже просто стоит, стоят в перегородке, когда мы первый раз стояли, все это обсуждали. Я на данный момент, буквально за две недели, на данный момент, извини, что перебиваю, уже сделали перегородки, вывели стены, как бы беловые, да? Да. Полы еще как раз делают, я там теплый пол тоже делаю. У меня газовый котел стоит, как я понимаю, он, конечно, двухконтурный. Да. То есть мы заводим от газового котла, у меня просто в квартиру подается холодная вода, проходит через котел, и как бы он нагревается постоянно. Я еще спросил, как бы нужно ли делать электрополер, или не нужно, как горячая вода подается. Для меня Сибиряка же непонятна это все. Непонятно, через этот котел. Через этот котел она просто постоянно нагревается, и она всегда у вас будет горячей, то есть без проблем. И мы от него завели, от этого котла, санузел, полотенцесушитель, ну и как бы, и теплый пол, все как бы. Второй контор у вас на горячую воду, собственно. Да, да, да. И все, вот и ремонт идет, как бы, все нормально. Виктор сразу предупредил, как бы, о сроках, что три-три с половиной месяца на данный момент. Это не только у него три месяца срок, так как связано это с тем, что если квартира ближе к морю, стены сохнут дольше, влажность и так далее. То есть, кстати, да, тот, кто гонится со скоростью, не всегда скорость, это качество. То есть, если он... Потому как потом что-то может где-то растрескаться, как вот, если быстро все сделать, а потом могут трещины появиться какие-то. Где-то что-то отойдет там. Лучше подождать там те же две-три недели. Хотя он говорит, ну как бы, можно делать и быстрее, но это нежелательно. Потом на качестве... Но все есть своя технология. Поэтому я успокоился, хотя я думал, что за месяц можно ремонт сделать. Это мы как во всей России так рассуждаем, что там за месяц ремонт делают. Да, здесь тоже можно, но как бы нежелательно. И все, и вот сейчас этот процесс идет. Я бегаю по конторам, у меня осталась одна контора. Вчера мы провели день с дизайнером, выбирали все материалы, начиная с пола. То есть, остановились на ламинате с плиткой, такой декоративной, красивая плиточка будет. Покажем, да, мы потом ремонт, как сделаешь? Покажем? Ну, думаю, можно, наверное, да? Стоит, да? Да. Квартирка будет такая обычная. Я скажу, что по бюджетной мы делали все. Сверх ничего такого не делали, но старались как бы, чтобы все было четко. Максимально было? Максимально было хорошо и качественно. Главное, на все материалы. Вот, Виктор как бы передал меня дизайнеру и по качеству материалов уже и дизайнер, как бы она вот с Виктором, видимо, работает тесно, как бы. И по качеству мы подбирали именно качественные материалы, старались. А не то, что впаривать самые дорогие именно обязательно. То есть, мы выбирали просто по качеству немецкие смесители там, например, и так далее. Клитку хорошую. Ну и все, процесс идет. Ты доволен? Я доволен. Самое главное. Да, Никит, ну еще, может, какие-то вопросы все были, да? Да все, мы уже все осветили, у нас самый длинный обзор в своей истории. Что я еще хотел сказать? Что я хотел сказать? Например, вот связываться с агентством, да? Работает с тобой один человек. Как бы он работает, как сказать, подбирает тебе недвижимость. Не знаю, именно вот он заинтересован в том, чтобы тебе именно качественную недвижимость подобрать или нет. Я вот в этом не уверен. А здесь, получается, у ребят как бы сделан такой тандем хороший, что вот они как бы работают втроем. Очень большая заслуга тоже у нас нашего юриста Юли, да? Да. Которая сокращала время мое и ваше. Во всех организациях. Во многих организациях, как бы, она уже, так скажем, вхожа. Поэтому мы с нотариусом побыстрее оформили, там, справка, заявление. Мое заявление о том, что я не состою в браке. Небракованный, как мы назвали. Ну, везде, так скажем, без очередей, все. Да, да. Я скажу, что прям везде, но вот, в общем-то, время мы сэкономили. Благодаря тому, что у ребят такой тандем, мы экономим время. Это тоже немаловажный фактор. И любой вопрос решался быстро. Например, мы в какой-то квартире сомневались. Женя просто звонила юристу Юли. Юля сразу там через 10-15 минут говорила, нет, эта квартира не проходит. Или эта квартира проходит. Такой уже был момент. Это очень немаловажный фактор, да? И очень немаловажный фактор, что в связке, например, с ними работает вот Виктор, да? И всегда, если что-то с Виктором будет не так, я же ребятам скажу, ребят, почему вот Виктор сделал мне откос, например, на 0,4 градуса больше, чем поможет. Ведь вы мне говорили, что не приклад. Виктор, Виктор, красавчик. Что не приклад, Виктор, красавчик. На приклад. На приклад. Виктор, еще раз. Прошу прощения. Меня сейчас покраснеет. Вот. Ну и это очень хорошо, когда есть команда, которая ведет от самого начала, начиная от подбора, которым в основном Никита занимается. Ну, Женя также принимает участие в психологический подбор и так далее. Как бы потом юридическое сопровождение. Ну и, соответственно, последнее это ремонт. Вот. Плюс дизайнер. Ирина, как я понял, тоже в своем деле мастер. Мы с ней подбирали там. Она видит картину. Кухню тоже мы с ней подбирали. Тоже немаловажный вопрос. Осталось диван и кровати там. Это еще тоже много. Все это пройти. В общем, хорошо, когда есть команда. Обращайтесь. Думаю, вам тоже так же помогут. Рекомендуешь? Рекомендую. Сразу озвучивайте цену, какая у вас есть. Сколько вы можете подвинуться. И как бы конкретно вот обговаривайте, прилетайте или не прилетайте. Не будьте, да, заложниками завышенных ожиданий. Не думайте, что здесь дешево стоит. Вот это да. Про Авито забудьте вообще, ребята. Авито, да, там, конечно, фонари и так далее. Ну, надо резюмировать все. Все, вот, он из самой великолепной истории. Я уже в Ютубе. Я уже в Ютубе. Я уже в Ютубе. За год надо высказывать. Информативно. Кто хотел поэтапно, пожалуйста, ребята, просили. Да, кому нужна была поэтапная сделка, вот отличное видео. Давайте подведем итог. Какой? Да все, ребята, обращайтесь к нам. Андрею, Андрею, всем понравилось. Все, всем пока. Все наши, господи, телефоны и все остальное, заходите к нам на сайт, оставляйте заявку. Все, будем рады. Да, ребята, развиваются. Вас готовы встретить уже в хорошем, светлом, уютном помещении. Всегда вам предложат все, что у них есть. Все, ребята, всем пока. Спасибо за просмотр.